Дорогие друзья, всем большой привет! Сегодня я попытаюсь в домашних условиях приготовить сыр Филадельфия, используя сметану и йогурт. В конце видео сравним и посмотрим, получится ли что-то из этого путнее. Сметану я беру жирностью 20%, отправляю ее в емкость. Сюда же я отправляю и йогурт. У меня жирный йогурт 10%, но можно использовать и менее жирные 1%, 5% йогурты. Сюда же я отправляю 1 треть чайной ложки соли, все перемешиваю. На сито или на дуршлаг я выкладываю 4 слоя марли и сюда перекладываю смесь. Теперь все это дело я накрываю марлей и отправляю в холодильник в таком виде на один день. Сверху я еще положила вот такой вот небольшой грузик и сейчас мы посмотрим уже сколько в итоге получилось Филадельфия. Она пролежала в холодильнике 24 часа. Напомню, здесь было 500 грамм сметаны и 400 грамм йогурта. Жирность йогурта 10%, сметаны 20%. Итого из этого количества ингредиентов получилось 380 грамм Филадельфии. Так, и теперь посмотрим какая консистенция Филадельфии. Вот эта небольшая баночка 125 грамм Филадельфии стоила мне столько же, сколько и сметана и йогурт для приготовления домашнего сыра Филадельфия. Ну и теперь по консистенции покажу вот такая Филадельфия настоящая, магазинная и дорогая. И вот такая Филадельфия домашняя. Она мягче и нежнее и по цвету немного светлее. Конечно, я уже попробовала за камерой, что я могу сказать в итоге, они похожи, но конечно же различаются по своему привкусу. Филадельфия настоящая, оригинальная. Она, как по мне, немного с привкусом айрана, абсолютно не кислая и немного соляноватая. Домашний сыр получается вкусным, вот очень вкусный сыр, но от сметаны и йогурта у него есть своя кислинка. Он менее соленый и более сливочный. Вам же рекомендую попробовать. Этот сыр получается реально вкусным, в три раза дешевле, нежели Филадельфия. И идеально подойдет для бутербродов, для десертов. Это отличная альтернатива и не нужно переплачивать. Всем большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, до новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok